здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок с вами юлия и сегодня мы с вами открываем по-настоящему открываем рассадный сезон потому что февраль это самая горячая пора для садоводов цветоводов огородников потому что в это время мы начинаем высевать наши самые важные огородные культуры перцы баклажаны сельдерей пары и так далее почему потому что первую очередь мы высеваем те культуры которым нужно много времени на то чтобы взойти и развиться в нормальное хорошо развитое растение и конечно же на первом месте наверное я бы поставила сельдерей корневой черешковый листовой он в любом случае даст вам листья но чтобы получить действительно хорошие корнеплоды у сельдерея постараться нужно уже сейчас чтобы к моменту высадки в открытый грунт это были уже полноценно развитые растения с тремя-четырьмя настоящими листьями кстати поскольку сельдерей и лук-порей являются культурами холодостойкими высаживать их можно уже в конце апреля начало мая в зависимости от того в каком регионе вы живете естественно чем теплее у вас климат тем раньше нужно высевать их на рассаду мы обязательно сеем в это время баклажаны этот деликатесный овощ требует много времени на то чтобы из малюхонького семечка развить полноценную рассаду я предпочитаю выращивать баклажаны и высаживать их в открытый грунт или в теплицу уже в состоянии не менее четырех настоящих хорошо развитых листьев с хорошо развитой корневой системой а на это все надо время поэтому феврале я высеваю баклажаны и уже в мае отправляю их либо в парник под пленку либо уже в июне если осталось место на огороде отправляются в открытый грунт где-нибудь самое теплое местечко главное защитить будет только от колорадского жука потому что поверьте колорадский жук любит картошку но больше всего он любит почему-то баклажаны конечно высеваем перцы особенно сорта позднее если вы их не успели высеять в январе обязательно сеем сорта средние ранние а для тех кто имеет хорошие теплые парники поликарбонатные теплицы уже сейчас можно высевать на рассаду помидоры дело в том что в таком случае к моменту высадки это у вас будет уже полноценное растение возможно даже с первыми кистями цветков с первыми соцветиями и такие растения очень быстро вступают в плодоношение особенно хочу обратить внимание на сорта сибирской селекции новосибирской условия там жесткие и сорта их производства их селекции отличаются очень высокой адаптивностью очень высокой устойчивостью ко всяким неблагоприятным факторам и из своего личного опыта могу сказать что высаживая целую коллекцию помидор у себя в теплице кажется это был 17 год весна была холодная и все растения притормозили рост они как будто присели и только новосибирцы это сибирский сад и так далее они четко продолжали расти как будто ничего не происходит они на две недели опередили все остальные сорта даже мое любимое бычье сердце по созреванию по своему состоянию по степени развитости поэтому очень важно вот обращать внимание на такие нюансы как где создан сорт чтобы он был максимально зимостойкий и так не забываем это сельдерей это лук-порей это наши любимые баклажаны перцы помидоры которые мы хотим получить как можно раньше кстати я всегда замачиваю в растворах стимуляторов вот в том числе использую и линейку профит только те семена которые не имеют оболочки не гранулированные дрожжированные семена потому что в этих дрожжированных семенах уже содержатся нужные вещества нужные стимуляторы чтобы когда вы посеете эту семечку во влажную почву оболочка быстро растворилась и семена быстро проросли а вот просто семена стараюсь хотя бы на сутки замочить в теплом месте на батарее где-нибудь чтобы активизировать все жизненные процессы а сельдерей кстати вот такой маленький секрет я всегда вымачиваю семена несколько раз в теплой воде иногда добавляю капельку другую спирта вот для того чтобы вымыть из их оболочек ингибирующие вещества почему собственно сельдерей укроп петрушка морковка долго всходят именно потому что в их оболочке присутствует вот это вещество которое должно вымыться выйти из него из оболочки семечки и только потом семечка прорастет оно нужно в первую очередь для того чтобы растение проросло именно в тот момент когда влажность почвы будет оптимальной когда почва будет промочена есть растения которые способны взойти даже почти в сухой почве но и потом неизвестно как они будут расти и польем не польем будут страдать и так далее это очень предусмотрительная группа растений зонтичные еще одна культура которую я уже приготовила к высеву это земляника ремонтантная барон соленмахер а также еще парочку сортов которые я хочу попробовать барон соленмахер всегда растет у меня у моей сестры на участке потому что это земляника ну просто плодоносит бесконечно сажаешь ее где-то в мае месяце особенно если когда удается вырастить хорошую рассаду уже в июне у меня первые ягодки племяшка быстренько их подъедает и радуется этим ягодам до самых поздних заморозков иногда даже уже и заморозки проходят ты раздвигаешь кустики а там яркие красные ягодки ароматные такой привет лето в далеком октябре вот землянику такой ремонтантную чтобы иметь действительно хороший урожай я советую сажать в январе ну или в крайнем случае февраль-март месяц тогда вы гарантированно получите хороший урожай в первый же год ну и конечно же цветы чтобы иметь реально обильное массовое цветение раннее цветение наши любимые петунии мимулюсы наши любимые гвоздики пеларгонии бегонии эустому еще не поздно высеять сейчас виолы которые так радует вот эта их пестрота которая ну просто вот память из детства трехцветные фиалочки их аромат я стараюсь высадить пораньше я не хочу ждать пока виола разовьется может на второй год зацветет или вот как примулы они зацветают обычно на второй год но если высеять их пораньше можно получить цветение уже в первый же год и пораньше вот именно не в конце сезона а в начале поэтому любимые виолы высевая уже сейчас потом достаточно будет распекировать сеянчики при появлении настоящих листьев кассеты или хотя бы большую плошку и к моменту высадки в открытый грунт это будут шикарные цветы особенно петунии особенно пеларгонии я обожаю петунии которые свешиваются как водопад с горшков с кашпой радуют вот этим всем разнообразием цветов и главное помните что при высеве семян чем мельче они тем аккуратнее мы раскладываем их по поверхности подготовленные почвы их ни в коем случае нельзя засыпать вот это частая ошибка когда мы увлекаясь мелкие семена слишком глубоко заделываем и потом всходы либо погибают либо всходит она очень очень медленно если же это произошло всяко бывает забегались много семян много работы вы засыпали слишком толстым слоем мелкие семена то после того как вы их пролили чуть-чуть порыхлите зубочисткой сделайте более рыхлой если семена не всходят это часто провоцирует в прорастание главное не забывайте поддерживать почву влажной и конечно же при выращивании любой рассады не забывайте о основе о почве грунт это действительно фундамент здоровья любой рассады особенно важно подобрать хороший грунт здоровый грунт для тех растений которые очень требовательны нежные редки когда у вас буквально там 5-10 семян и вы не можете рисковать я в таком случае прокаливаю свой грунт в духовке либо проливаю крутым кипятком с добавлением марганцовки многие скажут что это очень жестко потому что такие способы обеззараживания убивают не только вредную флору но и полезные микроорганизмы которые помогают растениям расти развиваться формировать корневую систему и это справедливо чтобы исправить положение чтобы вернуть почве плодородия сделать ее живой после прокаливания как только почва остывает до комнатной температуры я проливаю одним из растворов профит сенной палочкой или стриходермой это помогает восстановить именно полезную микрофлору оживить почву подготовить ее к принятию семян теперь это реально живая земля после того как уже высеваю и появляются всходы как только появляются первые настоящие листики есть очень важный момент вот этот момент когда появились семидольные листики и только появляется первый настоящий часто валит черная ножка и бывает ну просто хоть ты плачь обидно когда ты высел прекрасные помидорки где-то что-то ты не проглядел где-то сквознячок захолодила их просквозила и тут черная ножка не просто падает в течение одной ночи можно потерять целую плошку чтобы этого не произошло в этот критический момент обязательно проливайте препаратами биологическими препаратами на весной палочки триходермы других микроорганизмов я лично предпочитаю профит потому что он реально работает помогает сохранить и только предупреждает развитие черной ножки других болезней гнилий но и помогает сформировать очень хорошую мощную корневую систему у растений и конечно второй важный момент залог успеха при выращивании рассады это досветка февраль конечно уже месяц когда продолжительность видового дня возрастает заметно когда солнечных дней все больше и больше но бывают дни и пасмурные бывают дни когда солнца нет совсем или она появляется на пару часов для хорошего развития растений для формирования действительно крепких листьев стеблей досветка жизненно необходимо поэтому позаботьтесь об этом ну и конечно же условия желательно держать свою рассаду чтобы она не заболела не провоцировать развитие болезней там где нет перепадов температуры там где нет сквозняков когда мы выращиваем на подоконнике часто бывает такая ситуация что снизу идет тепло корням хорошо а вот от окна из щелей из форточек часто тянет холодом и если мы на это не будем обращать внимание особенно на ранней стадии развития растений когда только-только появляются листики то растения могут запалить и даже погибнуть именно от перепада температур от стресса перепады температур им понадобится позже когда мы начнем закаливать растения когда они уже сформируют более-менее хороший листовой аппарат там 234 листика когда понятно корневая система уже начнет работать в полную силу и иммунитет заработает тоже и вот тогда растение можно и нужно будет закаливать а пока готовим почву готовим семена готовим подкормки удобрения и кстати все эти семена и перцев и баклажан и богатейший выбор цветочных культур даже самых редких самых оригинальных сортов и форм можно найти в нашем интернет-магазине процветок обязательно загляните на наш сайт и поверьте без покупок вы оттуда не уйдете конечно же биопрепараты лично я выбираю профит это действительно залог здоровой рассады хороших урожаев и долговечности с вами была юлия кондратенок подписывайтесь на наш канал и будьте с нами ну и конечно же процветания вам и вашей рассаде и и Субтитры создавал DimaTorzok